Сфера коммунальных услуг продолжает оставаться самой нестабильной. Компании-призраки, двойные квитанции и необоснованные платежи, частая смена поставщиков тепла и электроэнергии, споры вокруг кучи мусора между управляющими компаниями. Это далеко не все жалобы жильцов многоквартирных домов, которые вынуждены выяснять отношения с коммунальщиками и требовать отчета за оплаченные услуги. В каких случаях удается отстоять права потребителей и почему количество жалоб в сфере ЖКХ не сокращается? Поговорим об этом с первым заместителем начальника Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Элой Никитиной. Здравствуйте, Элла Борисовна. Буквально на этой неделе президент обратил внимание на то, что жители переплачивают за коммунальные услуги в отдельных территориях даже до 100%. А вот как обстоят дела в Челябинской области? Есть ли жалобы на переплату по жилищно-коммунальным услугам? Конечно, поток жалоб не прекращается. По количеству жалоб у нас перевалило на сегодняшний день более 11 тысяч. Есть небольшое снижение за полгода по сравнению с прошлым годом, но тем не менее это снижение всего лишь 15%. То есть все равно жалобы идут. Картину, в общем-то, не меняет. Да, и, как вы сказали, жалуются в том числе и на неправильное начисление платы как за жилищные услуги, так и платы за коммунальные услуги. То есть абсолютно те же самые нарушения, как у ресурсников, так и у управляющих компаний выявляем. То есть у ресурсников это, будем говорить, неправильно применены площади при начислении оплаты. То есть либо, как сказать, насчитывают в летний период. Какие жалобы чаще всего вы рассматриваете? Ну, жалобы у нас чаще всего это на содержание общего имущества. То есть управляющая компания надлежащим образом содержит крыши, фасады, придомовые территории, подъезды. Ну, потом идет количество уже по перерасчету платы. Ну, также идут нарушения порядка проведения общих собраний. То есть собственники жалуются, что они не принимали решения. Особенно это связано с выбором способа управления. То есть... А вот есть еще такая форма, как дополнительные услуги. Насколько здесь есть нарушения? Вот в этой сфере тоже, к сожалению, есть нарушения. Хотя вроде бы собственники сами принимают решения о дополнительных услугах. Это консьерж, видеонаблюдение, охрана. И, к сожалению, тут идут нарушения прав собственников в части утверждения платы одной суммой. То есть, например, 350 рублей как для однокомнатной квартиры, так и для трехкомнатной квартиры. Ну, это вот, например, там консьерж или плата за... За видеонаблюдение, да. И тут мы выявляем нарушения и обязываем управляющую компанию сделать перерасчеты, потому что даже при утверждении платы за дополнительные услуги она должна приниматься собственниками пропорционально площади жилого помещения. То есть дискриминации собственников в этом случае тоже не может быть. Собственники должны запросить, если они сомневаются, что плата, как сказать, утверждена в том размере, который окупает эти услуги, они должны запросить управляющую компанию, смету или калькуляцию. А если кто-то не согласен на какие-то дополнительные услуги? Ну, здесь уже меньшинство должно подчиниться большинству, как и при любом решении общего собрания. Хорошо. Вот еще такие вопросы возникают. Вот жители двух новостроек два года платили взносы на капитальный ремонт. Именно новостроек. Вот как выяснилось, эти платежи собирались незаконно, но у нас есть и другие новостройки. Вот что сейчас делать этим жителям? Продолжать платить? Ну, здесь немножко, будем говорить, связано с изменением законодательства нашего регионального. И связано, будем говорить, что органы местного управления недостаточно в полном объеме проинформировали собственников о том, что они должны сами в течение восьми месяцев выбрать способ формирования капитального ремонта. То есть это будет спецсчет, или они выберут счет регионального оператора. И органы местного управления должны вот именно были подсказать жителям, что они имеют такое право выбрать и указать, в какие сроки. Поэтому здесь вот так получилась такая ситуация, что просто за жителей орган местного управления решил, и вот поэтому получилось, что плата была незаконной. Да. Сейчас собственники все равно должны исполнить закон, должны выбрать сами способ формирования капитального ремонта для своего дома. Если они этого не сделают в определенный восстановленный срок, соответственно, они опять попадут в котел рек оператора по правому акту органа местного управления. Но у нас еще закон предусматривает, что если в субъекте будет принято решение освободить на какой-то период, до пяти лет новостройки. Но у нас в регионе такого решения нет, поэтому новостройки, даже собственники в домах этих новостройках должны будут оплачивать капремонт. Вот другая история с компанией-призраком. Вот как много мошенников сегодня работает в коммунальной сфере? Приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями? Это не наши компетенции устанавливать мошенники, не мошенники, это все-таки полномочия органов полиции. Но вот недавно, наверное, читали в средствах массовой информации, прошла последняя информация, что у нас существует компания управдом. Причем в двух наименованиях абсолютно одинаковых. И нами была выявлена эта ситуация, причем одна управляющая компания уже была ликвидирована и когда-то был заключен между ними какой-то агентский договор. Нами было установлено и нами было направлено материалы в органы полиции. Насколько я знаю, в СМИ прошла информация, что возбуждено уголовное дело в отношении этой компании. Но, к сожалению, пока не будет, наверное, приговора, эта управляющая компания, скажу, она на рынке находится. И мы с ней ничего сделать не можем. И она продолжает принимать платежи? Она продолжает осуществлять деятельность в отношении других домов. То есть она работает и обслуживает дорогие дома. А жильцы знают про это? Что вот сейчас такое? Ну, когда мы рассматривали жалобу по конкретному дому, вот где как раз она заключила договор агентский со своей, будем говорить, одноименной компанией, то там, как сказать, уже ситуация поменялась. И жителям, да, жителям мы, отвечая на жалобу, указали на это, что материалы направлены в органы полиции. Мы обязательно сообщаем где-то, если когда мы направляем до жителей, доносим эту информацию, чтобы жители были в курсе. И вот, наверное, больше всего возмущений вызывает все-таки непонятная ситуация с оплатой за электроэнергию и тепло. Потому что вот только за этот год, по-моему, несколько раз сменился поставщик энергии. И вот сейчас и нам зрители звонят и говорят, не знают, куда платить, кому МРСК, Уралэнергосбыт, как вообще эта организация называется и все время идет путаница. С 1 июля у нас действительно сменился гарантирующий поставщик электроэнергии. У нас зашла компания Уралэнергосбыт. Будем надеяться, что это последняя смена гарантирующего поставщика. И будем надеяться, что она пройдет более безболезненно, учтя все те ошибки, которые были при предыдущих сменах. Насколько мы сами, как сказать, информировали граждан, собирались на совещаниях с представителями Уралэнергосбыт. Вот нас заверили, что это будет самый безболезненный процесс. То есть квитанции будут приходить цветные, запечатанные. То есть собственникам будет уже понятно, чтобы не спутаться с предыдущим поставщиком. Также нам была информация, что все те переплаты, которые собственники сделали, например, автоплатеж был по каким-то причинам, то эти переплаты будут учтены уже у нового поставщика. И только если собственник не согласен, он может прийти в офисы гарантирующего поставщика и написать заявление. То есть вот сейчас услуги мы начнем оплачивать уже как раз за июль месяц, в августе. То есть можно будет судить о том, насколько это будет безболезненно для наших жителей. Еще возникла проблема, которую, собственно, и не ждали. Это спор вокруг мусора. Кто должен вывозить мусор после уборки субботников, уборки территорий? Насколько я знаю, что при проведении массовых субботников в весенний период органы местного самоправления, учитывая, что большинство этой территории, будем говорить, городская, то есть это около дорог, в парках, где-то в межквартальных проездах, то органы местного самоправления оплачивали это рекоператору по дополнительным договорам. Что касается во дворах, ну, там уже, как сказать, все, вот именно за уборку возле контейнерной площадки отвечают управляющие компании. То, что у нас есть какой-то крупногабаритный мусор, это все равно возле контейнерной площадки это вывозит рекоператор. И вот еще квитанции на оплату вывоза отходов продолжают приходить с лишним количеством проживающих. Все-таки чья это зона ответственности? Это зона ответственности рекоператора, что он обязан, как сказать, актуализировать базу по своим потребителям, которые он начисляет плату по обращению с ТКО. Но вот насколько мы вот со своей стороны тоже включились по обращению губернатора в эту работу, то есть мы направили письма в управляющие организации о том, что все-таки они должны оказать содействие в предоставлении количества, информации о количестве собственников и проживающих в квартирах. Но вот насколько нас заверил рекоператор, ситуация, ну еще тут у нас, мы знаем, мешалась у нас УФАС по Челябинской области, вот насколько нас заверил рекоператор, проблема уже решена. Но тут тоже собственники должны все-таки, если поточечно будут возникать проблемы, представлять подтверждающие документы о регистрации. Особенно это касается, ну вот, будем говорить, граждан в частном секторе и жителей сельских местностей. Просто некоторые зрители тоже, которые к нам обращаются, они приносят квитанции, в которых указано количество проживающих, и если, например, все-таки собственник начинает оплачивать за одного, например, человека, то сразу приходит долг за оставшихся, которые не проживают. Вот этот долг, он, собственно, начинает копиться. Нет, ну здесь однозначно, да, если была предоставлена справка, ну там какая-то выписка, документы подтверждают, что все-таки один зарегистрирован, никакой долг с неправильными, с незаконными начислениями должен быть выставлен. И тут, ну, если в диалоге собственник и житель не найдет решение проблемы непосредственно с рекоператором, он может обратиться к нам, и тут мы уже, конечно, вмешаемся. Спасибо за ваши ответы. Элла Никитина, первый заместитель начальника главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области, мы говорили о том, на что чаще всего жалуются жильцы многоквартирных домов и в каких случаях удается отстоять права на качественные услуги. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопрос». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok